Он растет из года в год, он меняет свои объемы, качества. Он выполняет задачи функционеров IFBB на каждой Олимпе и каждый раз приятно удивляет. Отточенный техникой, мастерством и, конечно, великолепным телом. На мой вопрос, что же нужно, чтобы быть таким, очень много и во всем верить Богу. Он верит в себя и практически не имеет никакого свободного времени для личной жизни. Вот краткое содержание успеха этого парня. Мало кто знает, что Роник закончил Грэмблинг Стейт колледж в Луизиане по профессии менеджер среднего бизнеса. Работа, по-моему, что-то около года в Макдональдсе. Ну вот, тоже работа в полиции. И звездные, звездные годы в большом бодебилдинге. Последний раунд, раунд сравнений. Семь обязательных поз добавлены в этом году поза максимальной мускулистости. Дорогие друзья, вот сейчас вы можете понять, насколько и как отличаются участники, стоя вместе на сцене. Только в этом сравнении можно понять величие. А порой из-за урядности тех, кто решился выйти на сцену вместе с топ-атлетами. Итак, Крис Дим, Альберто Бесточи, Майкл Шеридан, Джузеппо Альби, Сергей Цегунков, Александр Тумашевич, Александр Федоров, Томи Сорвинсон и Ронни Коллеман. Те, кто начинали этот турнир. И вот заключительная финальная пятерка. Шестерка, простите. Пятерку теперь определяют на любительском чемпионате мира. Всегда финальная часть соревнования имела право выпускать на сцену шесть атлетов. Шесть топ-атлетов. Ну, я думаю, что для большинства понятно, кто лидирует и кто будет победить этого турнира. Разговор идет о последующих шести местах. Вот тот самый живот, о котором так много говорят любители бодибилдинга. Недруги Коллемана, но я думаю, что это щипковость в сторону мегазвезды определяется. В основном желанием как-то приобщиться к этому парню, потому что в противном случае те издержки, которые есть в среднем секторе мышц пресса Коллемана, это не тема для обсуждения величия этого парня. Все остальное настолько совершенно, что чисто физиологические издержки мышц живота, длинные мышцы живота не дают ему никаких проблем в определении сильнейшего. Мне кажется просто, что неким силам, даже я бы сказал, хочется позудить высказу насчет мистера Лимби, тем самым придавая, может быть, дополнительное право ненужное, наверное, внимание к его особе. Им не к чему придраться к его мускулатуре, поэтому этакие теоретики взахлеб обсуждают часть его пресса. В этом году он удивил всех, опять-таки же, объемами, весом, качеством. Ну и ежели детализировать его мускульные приоритеты в этом году, то это, конечно, рука и бедро. Вы знаете, у него очень хороший голень, 51 сантиметр, но по причине серьезной прибавки в размерах бедра пропала и голень. Ну вот рядом стоят два лидера этого турнира, Саша, Федоров и Иронин. Жалко, конечно, травму, которую постигла в этом году Сашу. И именно по этой причине он уже говорил, что он, к сожалению, не сможет принять участие весной следующего года в турнире, устраиваемом губернатором Калифорнии. Уже стало традиционным выходом в народ. Первым это позволил себе Колеман четыре года назад на Олимпе. За ним последовал Кадлер. И вот теперь практически все относительно смелые атлеты, которым есть что сказать и показать своим фанам, выходят в зал и... И еще и еще раз вблизи своих и чужих фанов демонстрируют свои преимущества. Вместе с международными судьями на чемпионат мира приехало много сопкоров от масла фитнеса, от флекса, от шейпа. Все эти собственные корреспонденты, фотокорреспонденты набирают актив. И вот, дорогие друзья, в этом году, в период проведения Олимпии весь Лос-Анджелес, спортивные клубы были переполнены прекрасными фотографиями Саши Федорова. Теперь по поводу истории, о которой я хотел рассказать, снимая сюжеты в Лос-Анджелесе со Сильвестра Сталлоне. Я был приятно удивлен, что при входе висит плакат Катлера и Коллимана, участников Олимпии, а в центре висит портрет Саши. Главный топ-менеджер из клуба попросил скорее показать этого парня, потому что все красотки Тихоокеанского побережья мечтают.